Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографией. Эйвинд Эрл. Американский художник и иллюстратор и писатель, главным образом известный своей работой на студии Уолта Диснея, в 1950-е годы. Родился в Нью-Йорке 26 апреля 1116 года. В новом 1818 его семья переехала жить в Голливуд. Мать Эйвинда, Шарлотта, была учительницей игры на фортепиано. В детстве будущий художник, вследствие поражения полимелитом, испытывал болезненные мышечные приступы. Свою творческую карьеру Эйвинд начал в возрасте 10 лет, когда его отец предложил ему выбор. Либо читать по 50 страниц ежедневно, либо рисовать по картине в день. Эрл выбрал искусство. Известность Эрла неуклонно росла с момента его первой персональной выставки во Франции, когда ему было 14 лет. В 1937 в галерее Чарльза Моргана состоялась первая персональная выставка в Нью-Йорке. Я пользуюсь переводной википедией. В 1951 Эрл начал работать в студии Уолт Дисней, ассистентом художника Фона. В 1953 обратился на себя внимание Дисней, который создал образ картонаражного мультфильма «Гудение, свист, звон и гул», выигравшего премию Американской киноакадемии и премию Каннского кинофестиваля. Дисней поручил художнику создать дизайн для таких картин, как Питер Бен и других. Эрл был ответственным за дизайн, фон и цвет, получивший высокую оценку фильма «Спящие красавицы», придав ему магический средневековый вид. Он также написал диорамы для замка «Спящие красавицы» в Диснейленде, Калифорнии. Работы Эрла демонстрировались на национальном телевидении. В 1966, после 15 лет создания анимационных фильмов, Эрл вернулся к живописи и продолжал заниматься этим до конца своей жизни. Скончался 20 июля 2000 года в возрасте 84 лет. Перед смертью он сказал, что рисуя более 70 лет, я не перестаю удивляться потрясающей бесконечности природы. Куда бы я ни посмотрел, я вижу творение. Творчество – это творческий процесс. Творчество – это поиск прав. Ну, так вкратце из переводной Википедии о американском художнике, иллюстраторе и писателе, который главным образом известен в своей работе на студии Уолта Диснея в 1950-е годы, Эвент Эрл. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!